Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Арина и вы на моем канале. Сегодня хочу вам рассказать об очень хорошем тонике для орхидей, который можно сделать самим в домашних условиях. Если вы все сделаете правильно, ваши орхидейки порадуют вас жирными корешочками, красивыми сочными листочками, ну и, конечно же, цветоносами, что немаловажно. Но, как выяснилось недавно, все ингредиенты для этого тоника сейчас очень сложно найти. Поэтому вам повезет, если вы с легкостью найдете все ингредиенты. Повторите, как я буду сегодня делать в своем видео, и ваши орхидейки вас точно отблагодарят. Не буду долго затягивать, так что поехали! Сейчас я вкратце расскажу про каждую орхидейку, для чего я это делаю. А для того, чтобы в следующий раз, когда я вам покажу эти орхидейки, вы уже видели, работает тот или иной препарат или нет. Я знаю, что многим это не важно, и многие, знаете, за скорость, за то, чтобы быстро показали коктейль, и все. А работает он или не работает, это уже другая история. В моих видео все немножечко по-другому. Я всегда показываю орхидейку, рассказываю, что это за орхидейка, указываю на какие-то ее признаки, в виде, может быть, каких-то пятнышек или каких-то особенностей, может быть, крапа какого-то на листьях, чтобы вы уже в следующем видео понимали, что именно у этой орхидейки есть результат, а вот у этой орхидейки нет результата. И уже понимали, нужно вам это использовать или нет. Итак, поехали. Было такое предисловие. Расскажу про первую орхидейку на столе. Эта орхидейка мне ее муж купил в Леруа Мерлен. Вот такая вот замечательная красотка. Вот, смотрите. У нее центральный лист, так как поливали их через пакет, он подпрел и он полностью, знаете, так размяк и отвалился. Буду так говорить, можно сказать, простым языком, да, без каких-то научных фраз. В общем, он перепрел в пакете, так как он был молодой, красивый, полили через пакет, все это там запрело и он отвалился. Собственно, эта орхидейка, она, я так понимаю, у меня без точки роста, потому что уже долгое время она ничего не растит. Я имею в виду из центра. Она растит хорошие корешочки внутри горшочка. Вот, как можете наблюдать, у нее внутри горшка растут корешочки. Все с ней в порядке. Вот, но центральный листик не растет. Она дорастила мне бутончики. Мне сказали, что орхидейка называется лицо ангела. Вот такая прекрасная. Новый цветочек распустился немножечко ярче в плане нижних листьев. Они более такие розовые. Очень красивая орхидейка, мне нравится. Вроде бы ничего особенного, но она по-своему прекрасная. В общем, сегодня я ее тоже хочу обработать этим тоником. На белые пятна не обращайте внимания. Это от вредителей. Я вам обещала снять полноценное видео об этой пудре. Я вам сниму обязательно. Просто я делаю полноценно на видео, чтобы вам было интересно. Следующие три орхидейки я их так в поддончик поставила, чтобы удобнее было их обрабатывать. Так, сейчас камбру свою отодвину, чтобы она не прикрывала. Здесь, получается, у меня стоят два биглипчика. Они мне достались по уценке. Вот такие вот снятые с продажи. Это с сайта Орхарай. Вот такие красавицы. Они растут. Все с ними в порядке. Биглипы, в принципе, немножечко похожи. И похожи еще тем, что у них на листьях есть краб. Смотрите, какая прелесть. Да, эти листики сейчас обмоются как раз с помощью тоника. Я вам еще раз покажу. Они прям классные. Вот в краб такие листочки. Орхарай. Они делают жесткую отбраковку, прежде чем посылать своим покупателям орхидейки. Вот такие орхидейки можно забрать только самовывозом. Или если они совсем сняты с продажи, то при заказе одну из таких орхидей бывает, что дарят даже на сайте Орхарай. Когда самовывозом забираете. Вот я подчеркиваю. И как раз таки я свои орхидейки забирала самовывозом. И мне достались вот такие вот красотки. Ну, мне по блату, можно так сказать. Вот дали не одну орхидейку, да, такую вот уценочку. А дали, получается, мне три. Вот они все живы. Все здоровы. У этого белого беглипа была более печальная ситуация. Но сейчас так. Фокус, фокус. Ты где? Он замечательно себя чувствует. Вот он. Помните? Он у нас был, получается, в торфстакане. Я пересадила его в такие вот пластинки из мха. Вот он уже у нас растет. Листочек. Они все обработаны. Это беленькие. Но сейчас я их уже обмою. Так. И вот он растет. Корешуля такой симпатичный. Такой красивый. Все замечательно. Все хорошо. Даже тот воздушный корешочек, который я взяла и опустила. Горшок. Он себя прекрасно чувствует. И он не гниет. Вот так у меня теперь есть белый беглип. Хотя в коллекции до этого у меня не было белоснежного беглипа. Ну и эти два красавчика. В видео вместе с белым беглипом я обрабатывала вот эту красотку. Чистила ей шею. Замазывала Максимом. У нее была черная чешуйка. Оказалось, что у нее черная гниль. Но сняв вот эту вот черную чешуйку, я поняла, что шея чистая. Но я на всякий случай обмазала ее Максимом. И вот замечательное такое растение. И вот после обработки она активно начнет наращивать листья и корни. Так, аккуратненько. А с этим беглипочком вообще все замечательно. Листики, розетка, все классное. Я не знаю даже, почему его уценили. Мы вот, не знаю, правда, он прям суперский. Он дорастил у меня вот этот вот лист. Может из-за того, что всего два листика, не знаю. Но хотя я думаю, для размера 1,7 для подростка это нормальное состояние. Два крепких листочка и хорошая корневая система. Уже в моих условиях вот корни начали раскукливаться, корни растут. Все замечательно, все хорошо. Но я хочу, чтобы, естественно, наросла хорошая крепкая листовая масса и еще пошли расти корешули. Вот такая прелесть. Здесь еще с ними же стоит мини-марк. Эта орхидейка очень красивая. В отличном состоянии ко мне попала. Корешочки все замечательные. Она только недавно пересажена в орхиату. Это, получается, будет у нее второй полив. Первый был такой минимальный полив простой водой. Сейчас я решаю ее подкормить этим волшебным тоником. Так, смотрите. Еще у меня от подписчицы как раз был вопрос по мини-марку. Пришел подросток. Естественно, просушенный. Корни как будто плоские. Вот я сейчас обратила внимание, что мой тоже не полит. И у него корни вот такие как плоские. Сейчас я его полью, и корни сразу же наберутся влагой. Поэтому я думаю, что это особенность такая вот сорта. Когда пить хочет, корень больше такой как плоский становится. Вот такая вот прелесть сегодня тоже будет получать свою порцию волшебного тоника. Так, сегодня еще здесь вот эта уценочка. Следующая орхидейка, это вот, которую я у знакомых забрала. Кто смотрит мои видео, прекрасно ее помнит, знают. Вот так вот она у меня содержится. Корешули у нее растут. Вот такие замечательные. Но, естественно, мне хочется большего. Так, и вот деточка растет. Детка, я уже сказала. Если вдруг я буду видеть, что какие-то неприятности, да, происходят с мамкой, детку я срежу. Вот. Но я хотя вижу, что у детки прям хорошие, хорошие результаты. И вот пошли расти корешули. Кстати, надо будет посмотреть, чем я обрабатывала ее в последний раз, что вот уже пошли расти корни. Периодически я ее вот подкармливаю, и ей это нравится. Вот совсем недавно я ее чем-то подкармливала, забыла, надо бы посмотреть. Так, также здесь свежепересаженная орхидейка Джулия. И вот здесь две мамка с дочкой. Вот такая вот прелесть. Тоже пока они вот ничего не растят, не раскукливают цвета, не раскукливают корни, не растут у них новые цветоносы. Вот только немножечко растут листики. И все, пока больше никаких результатов я не вижу. Ну вот так. Вот. Корешу. Сейчас покажу, сколько они у стороной. Корни. Вот. Вот пока у нас такие корни. Я специально показываю, потому что после этого тоника, через неделю я сниму для вас специально видеоотчет, что произошло. И здесь стоит камбрия. У нее горшок непрозрачный, особо ничего там я не смогу вам показать. Я ее здесь поставила и решила ее подкормить только из-за того, что у нее растет новая свежая бульба. И ей тоже нужно питание, чтобы бульба выросла крепкая и выпустила потом очень хороший жирненький цветонос. Итак, пишите свои комментарии. Запомнили вы все орхидейки в таком вот виде, да, вот до обработки. Запоминайте обязательно. Специально показывала их внимательно. Через неделю я покажу результат от этого тоника. Вы будете в шоке. Итак, начинаем приготовление. Возможно, кто-то из вас уже знает рецепт этого тоника. Особенно те, кто давно подписан на мой канал. Этот тоник, он прям, знаете, как, честно, волшебная такая пилюля. Для того, чтобы пробудить орхидеи. Нам понадобятся для этого витамины из человеческой аптеки. Для этого нам понадобится витамин В3, витамин В6, витамин В12. Вот в таких вот ампулах это из человеческой аптеки. Почему я в начале видео сказала, что если получится у вас собрать все ингредиенты. Потому что когда я недавно выпустила ролик с никотиновой кислотой, которая реально на орхидейке тоже очень хорошо работает, мне написали, что в аптеках сейчас не продается никотиновая кислота. Я, конечно, была в шоке, но факт остается фактом. Для этого коктейльчика, для этого тоника, вам понадобятся вот такие вот три витамина из человеческой аптеки. И вам понадобится янтарная кислота. Можно использовать янтарную кислоту в порошке, специализированную для растений. Можно использовать янтарин. Хуже не будет. Но я сегодня использую все препараты из аптеки. Потому что у некоторых нет никотиновой кислоты, а у некоторых нет специализированных магазинов для цветов. И просто не продается даже та же банальная янтарная кислота в порошке или любые другие препараты. Вот, что нам понадобится. Мы берем по одной ампуле каждого витамина. Мне больше, конечно, нравится никотиновая кислота, поэтому я ее чаще всего использую, потому что они очень удобные. Вот такие вот пластмассовые ампулки, которые легко отламываются. А другие ампулы, они стеклянные. Я их не очень люблю, поэтому реже их использую. Поэтому я вообще реже стала пользоваться этим коктейлем. Просто, честно, из-за того, что не люблю эти стеклянные ампулы. Я даже начинаю сейчас опять с никотиновой кислоты, потому что мне легче всего ее открывать. А со стеклянными ампулами я постоянно мучаюсь. Вот, не знаю почему, какой-то у меня страх. Какая-то фобия на вот эти вот стеклянные ампулы. Но ничего, сегодня я все-таки это сделаю. Смотрите, какая ампулка красненькая. Сейчас я, наверное, за кадром лучше всего ее, конечно, вскрою. Вот, потому что это у меня прям какой-то страх. Как есть, например, глобофобия, так у меня, наверное, даже не знаю, как называется. Это фобия открывания вот этих стеклянных ампулок. Так, как говорится, второй пошел. Еще один ингредиент добавлен. Следующий. Так, и с витаминками, получается, мы закончили. Три витамина мы добавили. В3, В6, В12. И осталось нам добавить таблеточки янтарной кислоты. Если у вас орхидейки ослаблены, и вы хотите эффект увидеть, конечно, более такой вот сильный, то добавляем две таблетки янтарной кислоты. Предварительно лучше, конечно, ее расстолоть, чтобы потом долго не мешать, да, и не размешивать ее в воде. Я сейчас так и сделаю. Вот, у меня таблетки янтарной кислоты аптечные. Можно также добавлять по инструкции порошковую янтарную кислоту. И также по инструкции янтарин, который идет в жидком виде. Обязательно перемешиваем, чтобы все витаминки и янтарная кислота распределились в воде. Хочу еще сказать о важном нюансе. Так как витамины при ультрафиолете расщепляются, нельзя этим тоником обрабатывать орхидейки при, можно сказать, таких вот, при свете, да, ярком, чтобы они успели впитаться в орхидейки. Не должно быть, конечно, очень темно, потому что тогда орхидейка не будет вообще ничего себе впитывать. Должно быть так, знаете, что солнышко, например, от окошка с другой где-нибудь стороны не светит в окно, чтобы ни в коем случае ультрафиолет не попадал, и растения любые, которые вы будете обрабатывать таким тоником, успели в себя впитать эти витамины. На самом деле орхидеи, если мы берем в теплой воде, разводим витамины и янтарную кислоту, очень быстро впитают в себя этот тоник, эту волшебную подкормку для орхидей. Почему я говорю волшебную? Потому что она реально творит с орхидейками чудеса. И когда в прошлом году я реанимировала свои орхидейки с помощью этого коктейля, со мной вместе, так же, да, мои зрители реанимировали таким же способом, и результаты были отличные практически у всех, за исключением, конечно, если вдруг сделали какие-то ошибки или не хватало ингредиентов в этом тонике. Поэтому или обрабатываем, если в ванне, то оставляем включенный свет все-таки, потому что в лампочке нет ультрафиолета. Ну, конечно, разные лампочки бывают, но в основном нету. Вот. Или мы, если на подоконнике, то мы обрабатываем, когда солнышко уже с противоположной стороны от окна. Да, получается, если восточное окно, то если солнышко уже на западе, мы на восточном окне обрабатываем орхидейки и будем уже знать, да, что все усвоят, все примут, все будет классно. Если это на стеллаже, можно выключить лампу, вот, и тогда обработать орхидейки. Я думаю, что здесь все понятно, тем более в предыдущем видео я про обработки с витаминами говорила то же самое. Сейчас я повторяюсь, возможно, если кто-то новый будет смотреть, новый зритель, да, будет смотреть это видео. Часть этого тоника, часть этой волшебной подконки я добавляю в пульверизатор. И сейчас я опрыскаю растение этим тоником, который содержит витамины и янтарную кислоту. Вы знаете, бутылочка, где я специально сняла наклейку, она идет от тоника Бонафорта, в котором тоже идут витамины и плюс янтарная кислота. Он очень хороший, и можно сказать, мы сейчас сделали такой аналог на тоник от Бонафорта. Если у вас в аптеках не продается негативная кислота и вообще, получается, не продаются витамины в ампулах, можно купить просто уже готовый е-тоник от Бонафорта. Эффект примерно такой же. Я сейчас вот так вот опрыскиваю, особенно деточку опрыскиваю, сверху опрыскиваю вот так вот корешочки, стараюсь попадать и на нижнюю сторону листа, и на верхнюю. Как раз вот эти вот все мои белые, белая пудра вся смоется. Вот таким вот образом. Здесь, конечно, где нарушена точка роста, я стараюсь не попадать, аккуратненько опрыскивать. Так, Джулию обязательно хорошенечко опрыскаем. Камбрию. Ну и с опрыскиванием, в принципе, все. Следующий этап, мы проливаем горшочки этим же тоником. Усвоят тоник на 100%. Плюс еще мы делаем такой вот полив. Просто проливом, особенно у меня практически у всех орхидей сверху мох. Мох впитывает в себя, за исключением, наверное, только вот этих орхидеек. Тут, конечно, я постараюсь пролить посильнее. Так, здесь тоже мох внутри баночки. Чуть-чуть Джулию. Джулию я сейчас стараюсь поливать минимально, потому что все-таки закрытая система, и она к закрытой системе пока не привыкла. Поэтому полив минимальный. Буквально, я не знаю, я дала ей миллилитров 50 вот с этим тоником и опрыскивание. Также Камбрию по чуть-чуть я ее полью. У Камбрии очень благоемкий ее грунт, поэтому этого будет абсолютно достаточно. Вот такой вот минимальный полив и опрыскивание этим тоником даст реально очень крутой результат. Я сейчас специально акцентирую внимание на том, что я покажу вам эти орхидеи через неделю, и вы их просто не узнаете. Давайте засекаем время, и ровно через 7 дней эти красотки будут с новыми листиками, с новыми корешочками, и, конечно же, может быть, кто-то даже выпустит цветонос. Поэтому встретимся с этими орхидеиками и с вами через неделю. Всех люблю, всех целую. Пробуйте этот супер тоник, реально волшебная такая палочка-выручалочка у нас у архаманов. Я бы использовала, честно, эту такую, можно сказать, подкормку, этот тоник чаще, если бы не эти стеклянные, если бы не стеклянные, вот эти ампулы. Честно, у меня на них прям какая-то фобия, и поэтому я никотиновой кислотой пользуюсь очень часто, а все остальные витаминки, они лежат у меня просто в орхоаптечке. Вот, поэтому, у кого нет такой фобии, пользуйтесь, вам 100%, точнее, даже не вам, а вашим орхидеикам 100% понравится, если вы все сделаете правильно, опять же, найдете ингредиенты, все у вас получится, и ваши орхидейки будут расти и цвести. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока, мои хорошие. До новых встреч, до новых видео.